Неужели вы настолько стрёмная, настолько страшная, что вам нужно доплачивать за секс? Нет, это правило, вот это 50 на 50, где-то услышали и на наше постсоветское пространство внедряют. Вот я общаюсь с достаточной аудиторией женской и в той же болталке у меня. Девчонки из разных стран, но нигде 50 на 50 не платят, это только вам в голову срут. Вот тебе говорят, ну ты такая страшная, а что я тебя буду кормить? Зачем вам вот эта чума рядом? Зачем вам этот мужик? Неужели вам настолько хочется трахаться? Вы настолько вот этот член любите, держите за него? Поверьте, членов много, людей мало. Ищите людей. Зачем за кем-то бегать? Зачем восстанавливать? Вот этот последний, вот настолько вы держитесь за эту штанину. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Как она интересно складывает, членов много, людей мало. Так, понятное дело, чаечка, они что-то ходят в секшоп, ребята, покупают там члены резиновые, как бы. А с людьми, как бы, ну то есть с мужчинами, ну не особо хотят коммуницировать. Но она все правильно говорит. Ой ты, боже мой. Слушай, солнышко мое, ты понимаешь, что вот чаечка, которая пробита на инстинкт, она и будет за мужчину держаться. И это нормально. И мужчина, который с нормальной женщиной, то есть он ей там дорожит, ну как бы тоже будет с ней рядом. Он не будет, допустим, там бегать там по разным там секильдявкам там и так далее. Ну зачем, если с тобой рядом адекватная женщина, которая считает тебя нормальным, тоже мужчина, да, и относятся к тебе соответственно, не пытаются тебя на бабки подоить там и так далее. Зачем ему бегать, и ей зачем бегать, да. А с таким понятием, как у тебя, ну что ты хотела, ну вот что ты хотела. Такое отношение будет и к тебе. А потом они жалуются, там у себя в болталке собираются, ля-ля-ля-ля-ля-ля, все такие мужики, такие-сякие и так далее. Да, так что ты хотела, ну получайте. Столько вы думаете, ну все, ну вот на меня уже никто не посмотрит. Ну все, вот этот один единственный, только у этого мужика на меня вставал, больше ни у кого. Девочки, достаточное количество мужчин, достаточное. Просто вы не видите, вы же вот одного схватили зубами, вцепились и все, вот это вот Васенька, вот будут четыре года, будут драть его, выдирать из него вот этот великий замуж. Девочки, ну если он не женился на вас в первый год, ну неинтересны вы ему, все. Мужчин должен вас... Чпокнул, но не женился, ребят. Какая печаль, Чаечки. Завоевывать. А то вы знаете, сразу, член вставил, у вас сразу любовь, все, Вася, я твоя на Вики. Давайте обсудим. Подожди, Чаечка, Диана, давайте обсудим. Слушайте, ребят, ну о чем говорить, если Чаечки, просматривая порнофильмы, они думают, что все в конце потом поженятся, ребят. Да, да, там ее в три ствола, ребята, шуруют, начиняют. Она думает, сейчас они все по очереди, но они потом поженятся, как бы. И будут они жить долго, и сейчас, она недельку с одним, недельку с другим. И все ей будут обеспечивать, ребята. Представляете, как бы, ну что, что вот рассказывать про это? Значит, Чаечка, ты понимаешь, что женщина так устроена. Если она от мужчины потекла, да, когда он ей там вставляет, там и так далее, ей это по кайфу, ей это в радость. И она будет за него держаться, вот так вот прям двумя руками за этот член. Ну, потому что это им свойственно, свойственно. И будут ему деньги давать, и будет им, там, он зэком передачки носит по 10 лет, блин, да. Потому что она пробит и носит, она его хочет. С таким холодным сердцем, как у тебя. Тебе даже, я сомневаюсь, что резиновые лаки помогут с секшопом. Ну, потому что ты вот, ты не испытываешь к ним вообще ничего. Ни к живым, ни к резиновым. Ну, потому что вот такая ты, фригинная, или я не знаю, как бы. Это не оскорбление, это констатация факта. То есть, как бы, ну, фригинная, то есть, женщина, которой именно интимная жизнь, она неинтересна. То есть, ну, есть такие, как бы, там, гормональный сбой, какие-то, я как его знаю, да, как бы. Ну, вот такой человек, и она пытается вот вещать, учить, там, и так далее. А сливы, с ее, ребята, болталки у меня в закрытой телеграм-группе есть, ребята. Подписывайтесь, ссылочка в описании, закрытая телеграм-группа. Там, через бот подписка, ничего сложного. Оформите, ребята, наслушайтесь вот так вот там всего этого. Там очень много контента, ребята, там в закрепленных сообщениях больше ста роликов, ребята. Там наслушаться вот так вот можно информацией валом. Подписывайтесь, ребят, не пожалеете. Если бы ты так трахаться хотела, ты бы рада была, что тебе член принесли, и не нужны были бы тебе цветы. Вот, ура, ура, у меня четыре оргазма, все замечательно, больше мне ничего не нужно. Все, прибежала, ножки раздвинула, еще борщика принесла. Супер. Ну, вы же этого не хотите. Почему вы с этими мужиками общаетесь? Ну, не дарит цветы, ну, нахрен ты с ним сидишь? Ничего не хочет вообще для тебя делать? Ну, для чего? Может быть, ты там, он настолько себя классно трахает, что решил, что ты уже должна ему доплачивать. Может, ты же уже там кончила восемь раз от того, что он там два раза дернулся. Все же, он уже царь бог, ты уже корону ему надела. Может быть, такая ситуация? Подумайте об этом. Мы подумаем, конечно же, об этом. Слушай, знаешь, в чем разница между нами? То есть, вы, когда становитесь фрагидными, то есть, вам там не надо там ни секс, ни этот, ни вот это все. Вам первое стерёжение – это выгода, там, плати за меня в ресторанах, там, плати мои кредиты, решай мои проблемы, бери ответственность, да? Вы считаете, что вам должны платить за это. Вот вы реально считаете. А мужчины, вот какие они бы там, по вашему, конечно же, мнению, ни были, они так не считают. Ребят, я вот, я извиняюсь, я уже тысячи, какие там тысячи, наверное, десятки тысяч вот этих всех чайчик переслушал, ребят, и всё равно моя психика заточена на нормальность. То есть, я не считаю, что мне женщина что-то должна. Я реально так не считаю, ребят. Хотя, как бы я уже мог бы там, просто у меня сдвиг по фазе мог произойти, и у вас вместе со мной, потому что, ребят, ну, тысячи роликов на канале только. А сколько я их ещё в ТикТоке переслушал, ребят? Пять раз умножаете, это как минимум, а то их десять. И ничего, я всё равно остаюсь адекватным, ребят. Это свидетельствует о чём? О том, что у них что-то с гармончиками не то, ребят. Если женщина хочет, чтобы ей за это платили, она представительница древнейшей профессии. Если она себя таковой не, так скажем, не считает, но всё-таки хочет, чтобы ей платили, у неё завышено ЧСВ. Так где же вот этих вот, я извиняюсь, нюансах, есть мужская вина какая-то, там, что там, такие-сякие, там, платить не хотят, там, и так далее. Это твои проблемы. Лечитесь, проходите терапию, избавляйтесь от своих комплексов, налаживайте гормональный фон, а потом уже пытайтесь взаимодействовать с мужчинами. Это не наши проблемы. Я ещё раз повторяю, Чаечка, что я переслушал уже у вас десятки тысяч. Мне в каждом ролике говорят, что я плохой, я козёл, там, ты мне должен всё обязан, ты настоящий или не настоящий мужик, давай деньги, плати за меня, решай ответственности. И то у меня осталась именно нормальная психологическая моя, так скажем, позиция. То есть мне никто ничего не должен. То есть я всегда нахожу женщин нормальных, адекватных, мы с ними взаимодействуем. Как у меня в курсе, ребята, как взаимодействовать с женщиной без потерь, знаете, да? Кстати, ребята, сейчас новогодняя акция длится до 1 января, если приобретаете этот курс, как взаимодействовать с женщиной без потерь, в подарок получаете ещё два. То есть, то бишь, три в одном. Кому интересно, пишите в личку. И взаимодействуй с ними, ребята, чисто по-человечески. Если со мной нормально, то я с ней нормально, и никто никому ничего не должен. И поверьте, ребята, я их нахожу. Их не так много, конечно же. То есть, ну, на фоне вот этого, она же собирает тысячи зрителей вокруг себя и внушает ему что-то, свою позицию, что она нормальна. Ребята, а я всегда призывал к адекватности. Я знаю, что мне на канале большинство подписчиков неадекватные. Есть, конечно, уникальные попадаются, но это прям мало-мало, мало-мало. Я очень рад, что у нас адекватная аудитория. Потому что я всегда советую, ребята, поступайте по-человечески. Даже если с вами поступили по-свински. Хочется отомстить, ненавидеть и так далее. Ребята, это не выход. Вы понимаете, что ненависть тебя сожрёт только изнутри. Никому ты ничего не докажешь, и никому ты хуже ненавистью не сделаешь. Никогда. Она только будет жрать тебя изнутри. И ты доиграешься до ранних инсультов, инфарктов, до депрессий, до панических атак и так далее. Только тебе будет хуже. Смысл какой? Выводы сделал, что с такими связываться не надо. И пошёл дальше. Вот это будет лучше всего. Я понимаю, ребята, что там больно, обидно, когда тебя имущество забирают, детей не дают видеться. И я это всё прекрасно понимаю. Ребята, я сотни историй на консультации это всё выслушивал. Я эту боль видел прямо вот глаза в глаза. Но тем не менее, ребят, как бы ничего-то не добьёшься, кого-то ненавидя. А они этого не понимают. И самое печальное, ребята, ладно, как бы она. Она своим подписчикам советует делать так же, как она. А что мы потом хотим от них ждать? То же самое, ребята. Вот они вот в телеграм-канале у меня там рассказывают, как нас там юзать. Мы чистые мошеннические схемы рассказывают. Как его там обобрать, как забрать имущество, как от него вообще избавиться нахрен физически. Это охренеть можно, ребят. Она чему учится. Самое интересное, ребята, что правоохранительные органы почему-то как бы не замечают этого всего. Они даже прямо говорят, типа, мошенническая схема, как забрать у мужика бабки. Нормально, на свободе, все хорошо. Все прекрасно. Пишите свои комментарии, ребята, по этому поводу. Хорошего вам дня. Пишите свои комментарии, ребята.